Зелёный лук занимает важное место и в кулинарии, и в народной медицине. Яркие пёрышки лука украсят салат, придадут аппетитные нотки свежести рыбной нарезке, а его целебные свойства помогут справиться с простудой, проблемами кожи и рядом других заболеваний. В зелёном луке содержится колоссальный спектр витаминов, минеральных веществ и ферментов. По содержанию витамина С лук значительно превосходит цитрусовые. Зелёный лук просто необходимо употреблять в пищу, считают диетологи. У лука неприемлемый запах, считают потомственные аристократы. Спор этот решается простой формулой. У лука исключительно полезные свойства и пикантный аромат, поэтому есть его не только можно, но и нужно. Лук, а точнее биологически активные соединения, содержащиеся в нём, подавляют развитие вирусов, уничтожают микробы, приводящие к развитию осложнений гриппа, простудных заболеваний, острых кишечных инфекций. Фитонциды, содержащиеся в зелёном луке, угнетают патогенную микрофлору, не дают ей активно размножаться. А вещество кверцетин обладает противовоспалительным свойством. Регулярное употребление лука позволяет снизить риск развития заболеваний. Зелёный лук содержит растительное гормоноподобное вещество глюкинин, аналог гормона инсулина. Регулярное употребление лука помогает при нарушениях работы поджелудочной железы, снижает уровень сахара в крови при сахарном диабете второго типа и в преддиабетическом состоянии. Органические кислоты, входящие в состав зелёного лука, ускоряют работу пищеварительного тракта. А также стимулируют работу печени, помогают организму вырабатывать пищеварительные ферменты и, как следствие, улучшают обменные процессы в организме. Лук способствует сжиганию жировой ткани, помогает расстаться с лишним весом и поддерживать его на оптимальном уровне, особенно при диетическом питании. При низкой калорийности лук играет роль поставщика витаминов и минералов, необходимых для иммунной и нервной системы. Употребление зелёного лука повышает общий тонус, очищает сосуды от холестерина, укрепляет стенки артерий, тем самым способствует повышению мужской потенции. Эректильные свойства лука известны испокон веков. В средние века зелёный лук запрещали употреблять в пищу монахам, чтобы не возбуждать у них плотские желания. Следует отметить, что лук способствует потенции, но никак не лечит хроническую дисфункцию. С этим нужно обращаться к врачу. Лук – продукт далеко не нейтральный, ограничения по его употреблению в пищу имеются. Тем, у кого повышен уровень свёртываемости крови, есть лук следует с осторожностью, как и при остром панкреатите, гастрите и язвенной болезни желудка. Большое спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok